Старый председатель нашего колхоза умер прямо на рабочем месте. Как говорится, сгорел на работе. Пожилой человек уже был, но работал до последнего дня своей жизни. В те времена многие люди так и работали, на износ не щадя себя. Не прошло и месяца, как в наше село приехал новый председатель колхоза. Про нового начальника говорили, что он из наших краев, родители его родом из соседней деревни, да и сам он там родился, теперь возвратился на родину работать председателем колхоза. В деревне его выделили небольшой домик. Фёдор Васильевич, так звали нового председателя, вскоре перевёз в нашу деревню и всех своих домочадцев. Был он мужчиной средних лет, женат. Жена Зинаида Ивановна имела медицинское образование, что для деревни было очень ценно в те времена. Также с ними была дочка, девушка 17 лет. Зинаида Ивановна работала врачом в том городе, где они жили до этого. А в деревне медиков не хватало, и её сразу же взяли терапевтом в сельскую больницу. Переехали они весной, когда дочь Настя закончила девятый класс. У нас в деревне им сразу всё понравилось. Дом, в котором поселился председатель с семьёй, был небольшой, но Зинаида Ивановна с Настей обустроили его по своему вкусу. Поговаривали, что в горкоме партии, где до этого работал Фёдор Васильевич, у него вышел конфликт с начальством. Поэтому и отправили коммуниста Звягина работать в колхоз. Получается, что понизили в должности. Но он не расстраивался, готов был работать везде, куда пошлёт партия. Многие односельчане знали нового председателя ещё с молодости, когда бегали в соседнее село на танцы. По слухам, он ещё тогда был парнем правильным и идейным. Поэтому местные жители вздохнули с в хорошие руки попал колхоз. Фёдор Васильевич, руководитель, был строгий, но справедливый. Спуску никому не давал. За тунеядство, халатность и воровство жестоко наказывал. За добросовестный труд поощрял и награждал. Сам новый председатель почти всё время проводил на работе, с раннего утра и до поздней ночи. Совсем себя не щадил. Надо было восстанавливать колхоз, потому что колхоз ему достался в сильном запущении. Так прошло несколько лет. Колхоз потихоньку оживал. Фёдора Васильевича хвалили. Говорили, что свой человек работает на совесть. Зинаида Ивановна тоже пришлась по душе коллективу. Была она душевным и отзывчивым врачом. Её тоже уважали в коллективе. Фёдор Васильевич за это время многого добился. Построил новую ферму. Да не одну. Хорошо поднял сельское хозяйство. Колхозники не могли нарадоваться новым председателям. Сильно уважали его и ценили. Дочка уже давно закончила школу, получила образование, обосновалась в городе, вышла замуж. И у пожилого председателя наконец-то родился долгожданный внук Васенька. А потом в стране началась перестройка. Вскоре не стало союза братских республик, а потом и самих колхозов. Фёдор Васильевич стал никому не нужен и пришлось ему жить на пенсию. Хорошо хоть жена ещё продолжала работать, ведь люди болеть не перестали с развалом страны. Но ей приходилось теперь много ездить по ближайшим деревням. Поэтому жены постоянно не было дома, а бывший председатель был на хозяйстве. Молодёжь потихоньку перебиралась из деревни в город. Поэтому через несколько лет соседями Фёдора Васильевича и его жены остались только одни беспомощные старики, которым бывший председатель помогал как мог. Заскучал Фёдор Васильевич без работы, купил ружьё и стал ходить в лес на охоту. Сперва просто так бродил, потом увлёкся, стал домой добычу приносить с охотой и рыбалки. Стало проще с продуктами, ещё и дочки в город-гостинцы отправляли. Решил он в лесу небольшую избушку срубить, чтобы можно было от непогоды укрыться или заночевать в лесу, если вдруг не успел засветло домой вернуться. В тот день они сидели с внуком в комнате и читали сказки. Оба очень увлеклись этим занятием, поэтому Фёдор Васильевич не услышал, что кто-то чужой приближается к дому. Дверь неожиданно открылась и в комнату вошли двое незнакомых мужчин. Вид у них был очень грозный и решительный. Внук Васятка никогда не видел таких недобрых и сердитых людей. Он испугался и тут же спрятался под столом. Но Фёдор Васильевич сразу понял, в чём дело. Он узнал этих незнакомцев и догадался, почему они к нему пришли. А причина их появления в доме была в том, что лет десять назад посадил он этих деятелей за растрату и воровство в его родном колхозе. Вообще-то они должны были ещё до сих пор сидеть. Но вот эти бандиты, вероятно, сбежали и пришли в деревню, чтобы отомстить теперь уже бывшему председателю. Помощи Фёдору Васильевичу ждать было неоткуда. В деревне остались только одни старики. Бывший председатель лихорадочно размышлял, как ему поступить, что можно предпринять в сложившейся ситуации. За себя он не боялся, он переживал лишь за внука. Только бы они его не тронули. Один из беглых зэков сказал, что они не забыли прошлое и расплата неминуема. Но у них было ещё одно дело к нему. Они хотели, чтобы Фёдор Васильевич показал им дорогу в лес на заимку. При этом пообещали, что если старик поможет им, то они, может быть, и оставят его в живых. А чтобы он не навёл на них милицию и правильно показал им дорогу, решили взять в заложники внука Васятко. Бывший председатель упал перед ними на колени и стал умолять не трогать мальчика, а взять в лес только его, где они смогут привезти свой приговор в исполнение. Но бандиты не изменили своего решения. Фёдор Васильевич, одевая Васю, успокаивал его и приговаривал, чтобы он ничего не боялся, что всё будет хорошо и он вскоре вернётся домой. Один из зэков взял мальчишку на руке, все двинулись в путь. Фёдор Васильевич было начал бежать за ними, но один из бандитов пригрозил ему ножом. Пришлось ему вернуться в дом. На лавке в сенях он увидел рукавицу, видимо, кто-то из зэков оборонил. «Пригодится», – подумал пожилой мужчина и сунул потерянную вещь в карман. «Остаётся только одно – просить помощи у волчицы», – подумал старик и отправился в лес другой дорогой. Он пошёл к тому месту, где несколько лет назад у тела убитой кем-то волчицы нашёл маленького волчонка. Он помог ему выжить в лесу. Фёдор Васильевич ходил каждый день к логову, где жил теперь одинокий хищник. Носил ему молоко, еду и воду. Только благодаря Фёдору Васильевичу волчонок вырос, а креп и стал полноправной частью здешней фауны, тем более, что малыш оказался волчицей. После этого случая бывший председатель часто встречал в лесу свою подопечную и даже не одну, а с волчатами. Теперь ему нужна была её помощь. Тут как раз и могла пригодиться потерянная рукавица. Из чащи на зэков, опустив голову и оскалив страшные острые клыки, шёл огромный серый волк. Шерсть на загривке у него поднялась дыбом, уши стояли торчком. Волк, не мигая, смотрел прямо на бандитов и надвигался на них с неумолимой скоростью. Вслед за волком из чащи показался ещё один волк, а потом ещё один. Волчата были чуть меньше своей матери, но выглядели не менее грозными со скаленными зубами и вздыбленной шерстью. Волчица подошла к мальчику и встала перед ним, закрывая Васю собой и широко расставив передние лапы. Всем своим видом она говорила, что лучше с ней не связываться. Волчица села и прижалась к ребёнку, однако её глаза были прикованы к дрожащим от страха зэкам, к которым почти вплотную уже подошёл вожак стаи и их волчата. Зэки бросились бежать, но вожак догнал одного и вцепился ему в плечо, хотя явно метил прямо в горло. Волчата вонзили свои острые клыки в ногу второго бандита. Именно сейчас Васятка понял, что нужно бежать, но как раз в этот самый момент на поляне появился дедушка Фёдор с ружьём. То, что он увидел на поляне, потрясло его. На земле лежали раненые головорезы, окружённые волчьей стаей во главе с волчицей и вожаком. Мужчина дождался сотрудников милиции и сдал бандитов, теперь уже во второй раз. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди ещё много всего интересного. Всего доброго!